Еще в начале своего выступления Александр Лукашенко затронул темы дня. Президент отметил, COVID-19 унес сотни тысяч жизней по всей планете. Из-за вирусной пандемии на Землю вернулся глобальный экономический кризис. Рухнули цены на нефть. Мир накрыла волна протестов и вооруженных конфликтов. Евросоюз отречал по швам. Мир погрузился в хаос торговых войн, политического и информационного противостояния. Пришло время сделать выводы после пандемии. Мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику. Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор. Это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно. Но отношения стратегического партнерства мы будем строить и с Западом, и с Китаем, и с Америкой. Нашими соседями, а также странами дальней дуги. Мы и дальше будем решать международные проблемы исключительно мирным путем. И если попросят, готовы протянуть руку помощи другим государствам. Мы никому, ни на какие проблемы не ввязывались, не навязывались и навязываться не собираемся. Хотите помощи, видите эту помощь от нас, пожалуйста, мы поможем. Александр Лукашенко подчеркнул, в пандемию Беларусь повела себя абсолютно правильно. Минздрав работал как оперативный штаб. Главное, не закрылись предприятия. А наоборот, перепрофилировались под пошив масок, производство антисептиков, создание линейных препаратов. На отлично сработали медики и ученые. Удалось избежать высокой смертности, спасти пожилых. Глава государства убежден, в Беларуси нужно активнее проектировать и строить новые объекты здравоохранения и дальше развивать свое производство лекарств. На каждом этапе борьбы с этой бедой мы принимали адекватные меры. Это то, что сейчас называют особым путем Беларуси. И сегодня все страны признают, что мы поступили правильно. Но какое давление было вначале, шаблонные для всех стран рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения, немедленный карантин, комендантский час, закрытие границ, остановка предприятий. Как вы понимаете, уже сегодня меня на это я пойти не мог. Каждый день, объясняя свои шаги, я пытался достучаться до каждого белоруса, дать понять, остановимся, изолируем людей, погибнем как нация и потеряем государство. Так бы сегодня и было. Был выбран другой путь, путь тяжелой очаговой борьбы с инфекцией. Мы сделали упор на превентивное выявление лиц с коронавирусом и их контактов путем лабораторного тестирования. Отдельная благодарность нашим людям. Не поддались массовой панике. Защитили пожилых граждан. Проявили огромную самоотверженность в помощь врачам. Бесплатные обеды, спонсорские пожертвования, волонтерства. Доказали человечность белорусов и единство общества перед лицом беды. Президент поручил правительству и Национальному банку направить все ресурсы и резервы в реальный сектор экономики. Глава государства отметил, цель – спасти страну, сохранить рабочие места и не потерять доходы. Александр Лукашенко подчеркнул, в ближайшие пять лет зарплата белорусов вырастет в два раза. Главная задача – рост благосостояния и доходов граждан. Об этом белорусский лидер говорил многотысячной аудитории. Это члены правительства, парламента, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий и средств массовой информации. В числе присутствующих делегации из Бобруйска. В каждом сказанном слове президента чувствовалась ответственность за поступки, за то, что происходит и за то, что будет происходить. Это настоящий патриот, это настоящий президент. Послание президента транслировалось на телевидении и радио. К онлайн-обращению подключились тысячи зрителей со всего мира. Политической ситуации неравнодушны и бобруйчане. Вчера иду и дали брошюрку такую, про Тихановскую. Я ее смяло взяла. Я просто посмотрела, что мы с Лукашенко живем неплохо. Вот, все-таки и деньги вовремя, и дело не в деньгах. Просто, что жизнь неплохая. Сама Белоруссия красивая, города красивые. Поэтому я только за Лукашенко с мужем своим. Я многодетная мама и очень хорошая поддержка от государства. Мне кажется, при другом укладе я бы не смогла. Хотела бы сказать ему большое спасибо, что благодаря ему у нас с мужем две квартиры и детки получают очень хорошее образование. Дочка окончила музыкальную школу. Сейчас учится в гимназии, колледже искусств в Могилеве. Только, чтобы мир был и чистое небо, чтобы мы спали спокойно. Молодежь, которая это не знает, что когда-то что-то такое было, сейчас лучше, что мы сейчас свободны. За следующую пятилетку завершится и модернизация села, отметил глава государства. И подчеркнул, неперспективных деревень в стране быть не должно. При этом белорусский лидер обратил внимание. Задача государства – создать инфраструктуру. Исключил Александр Лукашенко и возможность передела собственности в Беларуси. Отдельно прозвучала тема выборов, желтвизны в телеграм-каналах и заявлений отдельных кандидатов. Президент призвал белорусов не допустить ошибки в критически важный для государства момент и резюмировал – независимость стоит дорого. Но она наша, она любимая, а любимую не отдают.